продолжаю тему плутона точнее того что некоторые астрономы пытались его убрать с нашего неба и совершенно была эта инициатива не понята и непонятно в 2006 году некоторое количество астрономов выступила с инициативой убрать плутон как планету с нашего неба переместив его состав так называемых карликовых планет я в предыдущем своем видео на эту тему совсем недавно сделал обзор этой проблеме и объяснил в первом приближении почему собственно возникла такая проблема я напомню вкратце только по моей модели которую я изложил в книге явлений земли и которая уже многократно выходила в разных моих роликах и даже была подтверждена некоторыми другими ну назовем их так людьми с нестандартными способностями которые способны видеть ситуацию я может быть как-нибудь с ними сделаю разбор этой проблемы этой гипотезы это тоже будет интересно потому что совпадение идет практически на сто процентов что лично меня удивляет как экспериментатора так вот по моей версии земля у нас представляет 13 мерный объект началом этого объекта является плутон как та самая первая семечка как например в истории возникновения и прорастания дерева из которой собственно получается наша планета то есть плутон это земля но во времени в пространстве времени она самая первая по своему этапу дальше шло развитие земли плутонианской стадии и земля перешла в нептунианскую стадию потом в уранскую стадию уронианскую и так далее сатурнианскую юпитерианскую марсианскую и наконец стала землей а потом в будущем земля станет последовательно венерой марсом и потом уйдет в глубины солнца вот такая связь на мой взгляд она правильная потому что я ее впервые изложил в своей книге пылающий мост которая построена по итогам различных сеансов вы это наверное знаете и после этой книги несколько лет я работал над конструкции земли над формой земли и получилась вот такая 13 мерная концепция которую я изложил уже в новой книге явление земли конечно на первый взгляд некоторые люди особенно не технари со сложностью воспримут эту систему но она на самом деле достаточно простая и главное что она описывает все нормальные так скажем экспериментальные данные которые касаются нашей планеты как земли просто мы привыкли жить в одномерном времени вот у нас есть часы которые идут всегда вперед и мы к этому привыкли мы пока еще не можем перешагнуть на ту стадию когда будем и время воспринимать также как нашу с вами пространственную координату с тремя различными ее осями прямо в бок и вверх это условно конечно и у нас появится и прошлое время и боковое время и верховное время и прямое время но это нас еще ждет как цивилизацию я думаю что это все будет после вот этой моей книги когда придется людям развивать мозги интеллект в этом направлении в направлении представления многомерного времени я думаю что после этого мы достаточно быстро освоимся с этими самыми многомерными временами так вот когда те самые астрономы в 2006 году решили убрать и убрали плутон с этой самой поверхности нашей вот этой 13 мерной истории планеты земля то они хотели сделать вот что они убрали плутон как первую фазу после этого но может быть кто-то из вас смотрел фильм гусар он был на нашем телевидении и там гусар человек пришел пришедший из прошлого к своей прапраправы правнучки и вот с ним бывали и с ней бывали такие ситуации когда гусара где-то пытаются убить а поскольку он завязан на эту девушку уже в настоящем то она начинает вот на ваших глазах как говорится исчезать вот примерно то же самое хотели сделать астрономы с удалением планеты нептун в прошлом ролике я подробнее об этом говорил найдите его и посмотрите на эту тему подробнее мои высказывания здесь же я вам хотел доложить следующее случайно абсолютно я работаю над другой совершенно книгой обнаружил то самое известное вам многим вам дерево сферот где 10 этих сфер цифр пусть будет как угодно называться где 10 этих цифр представлены в некой такой композиции я нашел его естественно каббалический вариант или какой-то из каббалических вариантов здесь опять же точность как бы но не очень важна потому что это все представление каких-то конкретных людей которые от реальности могут отстоять над определенные расстояния в сторону неправильности а могут быть и вообще быть правильными так вот это дерево циферот сферот цифр она представляет собой оказывается не только последовательность богов как например планеты нептун уран юпитер и так далее это тоже последовательность богов но также дерево сферот она представляет собой последовательность самих планет и на каждом этом кружке в каждом этом кружке представлены символы тех самых планет и стоят порядковые номера как следует читать это дерево сферот ну как бы человеку который заинтересовался этой темой и вот я сначала Конечно, удивился совпадению, потому что я раньше слышал об этом дереве, но не изучал его, я вам честно признаюсь. Оно мне как бы было не особо интересным, потому что оно из другой религии, которая меня совершенно не интересует. Но когда я сравнил эти сфероты с нашими планетами, я согласился, что в принципе вся картинка совпадает с нашей Солнечной системой. И смотрите, как она устроена именно в этой картинке. То, что Солнце находится в центре, под шестым номером и окружено всеми остальными планетами, это совпадение с нашей так называемой Солнечной системой. Ну и естественно, есть Земля, она внизу этой схемы, обозначена кружком с крестом наверху. Я не знаю, почему такое изображение Земли здесь. Вообще Земля изображается кругом с крестом внутри. Это как бы вектор, который отходит от нас. А Солнце – круг с точкой внутри. Это вектор, который идет на нас. То есть вот они так связаны между собой, как два конца вектора. Если черчение сюда, как говорится, приплетать. Ну и также под девятым номером здесь поименована сама Луна, которая тоже вот в такой иудейской форме. Дерево сферот. Она участвует во всех построениях. Ну и зовут ее Ях, если кто-то знает. Здесь представлены другие названия, я их не стану комментировать, не стану просто комментировать, потому что желающие сами могут их прокомментировать, а другие, кто знает, они и так и без меня знают. Теперь что интересного. Дело в том, что вот эта система, которую вы видите на своем экране, она представляет нашу Солнечную систему, нашу как бы бытность, нашу реальность. С того ракурса, что Солнце является центром нашей вот этой маленькой Вселенной, а все остальные планеты, в том числе и Луна, и Земля вот внизу под десятым номером, они формируют ту самую Солнечную систему, которая расположена вокруг Солнца. Однако, по-библейски это совершенно неправильно, потому что есть первая книга, книга бытия в той самой Библии, в том самом Ветхом Завете, которая относится к иудаизму, я не знаю, может быть, они там как-то у себя перестроили номера, но так в общепринятом она является первой, где четко сказано, что при сотворении мира Бог создал Солнце и Луну уже после всех этих земель и всего остального, и создал для того, чтобы они, первое, освещали территорию и, второе, давали время, были счетчиками времени. То есть это функциональные лампы, я условно говорю, которые, в общем-то, улучшают нашу жизнь, призваны улучшать нашу жизнь, и они никакой Солнечной системы, естественно, не компонуют. Вот так это в Библии. А поскольку у нас иудеи являются законно послушным народом, я имею в виду со своим законом, который описан в той самой Библии, в первом ее разделе, то тогда, по-моему, у них должно быть в дереве сиферот, вот в этом самом дереве, стоять именно так, что Солнце находится на каких-то условных задворках по отношению к той самой Земле, потому что Земля является все-таки по Библии первоисточником всей этой концепции. Причем в Библии там не описаны планеты, и как они попали вот сюда, на эту схему, библейские совершенно непонятно. Может быть, я недостаточно знаю Библию, поэтому я уточнять и углубляться в этот вопрос не буду. Он в данном моменте не очень-то и важен для меня и для вас. Теперь смотрим другое. Когда в этой схеме я обнаружил, так скажем, несоответствие с той концепцией, которую я изложил в своей книге «Явление Земли», то я исправил эту схему, и исправленные схемы, которые я вам предлагаю, она изображена на крайне правом рисунке, и на этом крайне правом рисунке вы видите те самые исправления, которые внес я. Во-первых, я заменил круг с верхним крестом на обычный круг с крестом внутри. Он находится теперь под шестым номером, это наша Земля. Она находится в середине нашей всей концепции. Во-вторых, Луну я убрал, поскольку у нас Луна не является, во-первых, не планетой. Во-вторых, она не является композиционным элементом всей этой системы, которую мы сейчас рассматриваем в качестве древа Сефирот. Ну и, наконец, я переместил Солнце на девятый уровень, взял его из шестого и переместил на девятый вместо Луны. И последнее, я в десятый круг поставил значок Плутона и подписал именно этим названием. То есть, получилась вот такая схема. Она сверху начинается с Нептуна и внизу заканчивается Плутоном. Я сначала, честно говоря, растерялся, потому что как-то у нас получилось так, что Нептун с Плутоном, соседние две планеты, они разошлись в пространстве на два крайних, крайних абсолютно таких берега. И потом я вспомнил. Дело в том, что Плутон был обнаружен всего лишь в 1930 году. А вся эта схема библейская, она строилась в конце 19-го, в начале 20-х веков, когда, собственно, была издана первая половина, первая часть Библии. Вот тогда именно это древо Сефирот и составлялось. И составлялось оно, естественно, по известным планетам. А наиболее дальняя известная планета на тот момент – это была планета Нептун, которая, в общем-то, тогда уже была, естественно, известна и, ну, не скажем, не исследована, конечно, потому что тогда не было исследований планет как таковых, а их пытались строить, вот те образы, которые находили движущиеся на небе, каким-то образом пытались их встроить в какие-то схемы, не понимая пока астрономии, потому что тогда этого еще не было. Тогда, в конце 19-го, начале 20-го века, на самом деле, планеты воспринимались как некие блуждающие огни, которые нужно было в какую-то схему вставить, встроить. И вот это древо Сефирот – это была одна из схем, в которую они были встроены, потому что другая схема, например, – это астрология. Она в то время тоже развивалась, и в ней тоже появились именно в то же время эти же самые планеты. Плутон, естественно, был добавлен позже. И вот теперь смотрим, сравниваем эти две части. С левой – исходный древом Сефирот по иудаизму, и с правой – исправленный мной по книге «Явление Земли». Давайте посмотрим теперь всю эту схему, как она, возможно, работает. Итак, Нептун появился у нас и обозначает время Велеса. Велес – это появление на Земле и в нашем распоряжении такого параметра, как время. То есть мы, люди, стали уже чувствовать себя живыми объектами, у которых есть время жизни и какие-то процессы, которые людей оживили. До этого, я напомню, кто, может быть, не слышал, может быть, не очень понял, вся наша Земля, она уже существовала в форме Земли, как материи, такой протоматерии, но вся наша жизнь, она была безвремени, и этим, вот этим безвременем командовал на тот момент тот самый Кощей. В сказках об этом времени пишется, что Кощей командовал тем самым окаменелым царством. Вот вы, когда меня спрашиваете в комментариях, мол, а как же вот те самые греческие, римские скульптуры? Вот это как раз и было с тех времен. То есть это были уже живые люди, но они были без времени, без процессов, которые отвечают за их живое состояние. Да, они живые в том смысле, что они четко повторяют человеческий облик, но процессов жизнедеятельности в них нет. Поэтому они живые, они Кощаевского подданства, но они не живые, такие как мы, потому что Вельс им в то время еще не дал своего времени. Дальше, это я сверху смотрю, вот сверху идем второй пункт, это Уран. Уран был открыт в 1780 году примерно, и он является стадией того же самого Нептуна, который просто развивается в порядке возрастания и изменения каких-то там климатических характеров. Дальше идет третий Сатурн, дальше идет четвертый Юпитер, пятый Марс. В сатурнианскую стадию у нас начали появляться двуполные организмы из предыдущих гермафродитов. В сатурнианской стадии у нас состоялось примерно с 1631 года по 1905 год. Это было большое время, поэтому планета вот такая огромная на небе. А дальше пошло юпитерианское время, это уже цифра 4, и по датам это примерно с 1905 года по 1934 год. Дальше пошел Марс с 1934 года по 1953 год. Дальше пошла Земля, шестое, это наше сегодняшнее, настоящее, поэтому она стоит на шестой позиции, а не Солнце. То есть после Марса и после Юпитера мы ни в какое Солнце по стадиям своим не попадаем. Мы приходим в наше настоящее, в котором мы сегодня с вами обитаем. Дальше, с 2002 года начинается венерианская стадия, вот она под цифрой 7. Дальше идет Меркурий, с какого года, не знаю, возможно с 2024 года. И дальше, девятым, идет Солнце, а Солнце это финал нашей жизни. Многие из вас видели научно-популярные фильмы, в которых говорится, что Солнце скоро, ну там через миллиарды, конечно, лет, оно разрастется таким большим, что поглотит вплоть до Юпитера все маленькие планеты. То есть, грубо говоря, Земля наша тоже сгорит в этом Солнце. Вот они говорят это так, что Солнце разрастется. Я вам говорю немножко по-другому, что по времени наша планета будет преобразовываться таким образом, что перейдет в стадию Венеры, потом в стадию Меркурия, и уже в стадии Меркурия она зайдет в то самое Солнце, в котором изгорит. И я считаю, что это совершенно другие временные параметры, потому что никаких миллиардов лет в нашей системе нет. Я этому посвящал уже много различных своих фильмов, еще раз об этом говорю. И вот теперь мы подошли к самому главному. Видите, из Солнца идет номер 10, это тот самый Плутон. Понимаете, его раньше, слева посмотрите, в иудейском варианте дерева Сефирот его не было, потому что планета, повторюсь, не была открыта. А в сегодняшнем варианте дерева Сефирот, вот я его поставил туда в самый низ. И что интересно? Интересно то, что он действительно на своем месте оказался. Просто я раньше думал, что демонстративно ему лучше оказаться там, повыше того самого Нептуна, то есть выше верхнего первого номера, туда, поверх. И тогда вроде бы было бы все понятно, что мы тогда от Плутона в Нептун идем, и вся эта схема работает. Но тогда был бы непонятен переход от Солнца на новый уровень жизни, на новый уровень игры. А здесь у нас показывается, смотрите, когда мы после своего игрового периода, когда оканчивается наше время нашей игры, мы попадаем в это Солнце. После этого мы не остаемся в Солнце навечно. Мы переходим из него, минуя пояс Койпера, который находится с задней, с нижней, в этом смысле, в этом рисунке, стороны Солнца. Мы через этот пояс Койпера опять выходим в виде Плутона на той стороне. И дальше от Плутона мы уже перескакиваем туда наверх, в Нептун, и наша игра продолжается. Вот чем интересна эта схема, когда Плутон стоит в нижней позиции на этом самом рисунке. Естественно, вы видите, что Луна выброшена. Естественно, вы видите, что Земля находится в центре. И вот по этой схеме у нас получается не гелиоцентрическая, как иудейская модель, вот та, что слева нарисована, а геоцентрическая, то есть землицентрическая. Земля у нас находится под шестым номером, она находится в центре рисунка, и все остальное, все остальные планеты, как ее стадии, они органично вписаны в эту концепцию. И вот теперь вы можете понять сами, смотря на эти два рисунка, сопоставляя их, что хотели сделать и кто хотел сделать с Плутоном такую бяку, чтобы убрать его и переместить полностью все, вернее, часть картинок таким образом, чтобы полностью поменялась концепция. Дело в том, что, когда мы рассматриваем концепцию, которую представляю вам я с Землей в центре и Плутоном внизу, то эта концепция показывает нашу с вами реальность сегодняшнюю. Все вместе, и время, и пространство, и какие-то мыслительные концепции, и те области, которые нам неведомы, и показывает, что из себя представляет Солнце, как является в этой всей структуре Земля, ну и так далее, как все это развивается. Когда мы берем форму вот этой вот каббалистической, каббалистического древа Сефирот, здесь мы обнаруживаем совершенно другую штуку. Здесь каббала предлагает нам, ну, по крайней мере, по этому рисунку, я еще раз говорю, что я не знаю, насколько он правильный, и даже мне это, честно говоря, не очень интересно. Вот он, типичный такой есть, может быть, какие-то есть другие, не знаю, ищите сами. Еще раз говорю, что мне это не очень интересно, потому что это неправильная позиция, неправильная концепция, и изучать неправильно мне не очень хочется. Но к чему она вот такие виды концепции, к чему они ведут? Они ставят в центре композиции Солнце, Солнце становится своеобразным богом, вместо того, чтобы мы вспоминаем, что его тот самый бог настоящий сделал в виде фонаря и повесил на нашем небосклоне, здесь Солнце показано, что оно становится богом соизмеримым с нашей Землей. А я еще раз вам напомню, что, например, в русской мифологии, да и в мировой мифологии, кроме древнего Египта, одного города Гелиополиса, вот кроме этого города, нигде ни в одном народе Солнце не является богом. Богом Солнце является только в древнеегипетском Гелиополисе. Ну, и еще, естественно, в наше время придумали, что Солнцем являлся Христос. Это, знаете, может быть, временное какое-то сопоставление, может быть, нормальное, я не знаю. На Руси таких вариантов не было. Ни в одной сказке вы этого не найдете. То, что вы сможете там найти, это то, что Майя Златогорка, Майя – это одна из русских богинь, которые участвуют в сказках, она вышила, это Солнце. И еще вы можете найти, когда вы царевну-лебедь видите, у нее здесь во лбу звезда горит, это Солнце, а под косой – месяц. Вот и все, что говорится об этих Солнцах. То есть это не большой уровень какого-то чуда. А в древе Сефирот это центральный объект, который, видимо, зачем-то нужен. Ну, и теперь я вам расскажу, зачем. Я вам уже говорил. Дело в том, что в русской мифологии развитие Земли идет, еще раз напомню, от Нептуна до Земли, потом Венера, Меркурия, и потом уже все это в ад уходит, адом является Солнце. Все, вот такая концепция. А вот в христианской, в библейской, там ситуация по-другому стала. Там исход Плутона заменили Луной. И теперь является Луна излучателем той самой жизненной библейской энергии. Она дает эти самые библейские персонажи, поставляет сюда в нашу жизнь. Ну, а сгорают они там же в этом самом Солнце. То есть, получается, Библия изменила ход нашей игры. Она убрала начало плутонианское, по которому мы все время играем, много-много раз перезагрузок. И поставила свое ложное именно той самой Луны, из которой мы якобы выходим и уходим в Солнце. Вот что сделала Библия. Поэтому у нас вот некоторые проблемы, я их здесь не буду обозначать, они связаны как раз вот с этим изменением. И еще я вам напомню свою книгу «Кувырок Луны», давнишняя моя книга, один из первых моих романов, в котором я как раз описал эту самую Луну, что в ней внутри находится преступное ядро, преступное ядро, которое поставляет сюда как раз ту самую библейскую доктрину. И которая как раз замечает нормальный русский или какой-то там коренной народ своими выдуманными персонажами. И поэтому наша игра, во-первых, все время получается, что она скрипит и еле-еле проворачивается. А во-вторых, у нас все время идут войны между одной частью мира, той, которая правильно соответствует игре нашей, и второй частью мира, которую генерирует та самая Луна. Вот эти войны, мы с вами их видим каждый день, они каждый раз повторяются, точнее, продолжаются. И мы не знаем, как их остановить. Я вам напомню, в этой связи фильм называется «Книга Илая». И если кто не хочет его смотреть, да не смотрите. Там главное, что один раз герой говорит, или закадровый голос я уже сейчас не помню, он говорит, что была огромная война. Она прожгла в небе дыру, через которую пролилось солнце на землю и сожгло всю эту нашу землю. Смотрите, какие параллели. Так вот, в результате этой войны люди поубивали друг друга практически до нуля. Оставшиеся сложили оружие и решили разобраться в причинах этой войны. Оказалось, что причиной этой войны по фильму «Книга Илая» являлась Библия. Они тогда собрали все эти книги, сожгли в одном костре, и все войны на земле прекратились. Началось восстановление того мира. Вот о чем говорит этот фильм. Прямым текстом, может, ошибочкой там в моей цитате найти, ну, может быть, в паре букв, в паре нот, я не знаю. А так я вам продекларировал практически 100%. И вот сегодня мы живем, к сожалению, в таких условиях. И у нас за спиной орудуют такие банды, которые до сих пор хотят убрать плутоны, чтобы наша игра полностью захлебнулась. А мы потом бегали бы, смотрели друг на друга и говорили, а что случилось-то, что случилось-то? Почему наш с вами мир, который вроде бы стоял тысячи лет, почему вдруг он так в одночасье рухнул? Да потому что все вот эти каббалисты, они знают, что они делают. Они знают, они знают свою эту Библию, где из слова формируется весь мир. Поэтому они убирают нужные слова. А мы понимаем теперь сегодня операторы этой программы. И наша программа летит в тар-тарары. Поэтому надо знать, во-первых, эту ситуацию. Во-вторых, понимать ее. А в-третьих, не допускать вот таких провокаций, как это было в 2006 году. Попытка была сделана насчет удаления Плутона из нашей с вами жизни.